Сегодня в последний день зимы в Архангельской области впервые отмечают День Арктики. Инициаторами учреждения новой праздничной даты стали Центр Арктических партнерствов Северного Арктического Федерального Университета и Центр Арктических Инициатив. Этот день должен привлечь внимание российской и мировой общественности к тем народам, которые живут в Арктике, к проблемам, которые возникают в этом регионе. С другой стороны, это важная просветительская функция, которая должна показать жителям нашей страны и прежде всего молодежи о том, насколько уникальный, интересный, красивый, замечательный регион Арктика, куда нужно ехать, где нужно жить, где нужно учиться, работать и приносить пользу своему отечеству. К празднованию Дня Арктики в университете подключилось и правительство Архангельской области. Первым пунктом программы торжеств в САФУ стал визит губернатора Игоря Орлова в Центр коллективного пользования научным оборудованием Арктика. Ректор университета Елена Кудряшова и директор Центра Арктика Дмитрий Косяков показали мощности исследовательских лабораторий, уникальное оборудование, которое уже помогает делать с научной прорывы молодым ученым по морю. Мы акцент делаем на исследования важные для направленности университета, для арктической направленности. Очень важное для нас направление – это, конечно же, экология, экоаналитика практических территорий. В завершении визита губернатора в ЦКП «Арктика» состоялась беседа с молодыми учеными. Молодых ученых нашего университета хотел бы вынести три таких основных базовых предложения. Наши исследователи неоднократно высказывали такие предложения. Это вопрос обеспечения доступа к ведущим международным библиографическим базам данных. Давайте мы сделаем этот шаг в общении движения. Если есть технологии, которые позволяют это сделать, мы со своей стороны предоставим. Продолжились мероприятия по празднованию уже в главном корпусе САФУМ. В холле всех встречала фотовыставка, открытая по итогам арктических экспедиций университета за 2011 год. Их было около десятка. Итогом одной из них стал фильм «Берегам Русской Арктики», созданный медиа-центром университета. Показ этой кинолентой состоялся в актовом зале САФУМ. Посмотрел вот это видео, фильм этот такой небольшой, да, ну, вдохновляет такими моментами некоторыми, то, что ребята, студенты проявляют желание участвовать в таких мероприятиях. То есть, чем полезность вот таких именно вещей, да, вот таких дней, то есть, кого-то это завлекает. Если об этом не говорить, народ не знает. А даже вот из всего зала, если даже два-три человека, как-то это их затянет, вот фильм, или та же информация об экспедиции, он пойдет дальше, что-то новое открывает. Вот эти полезные эти дни. После кинопоказа в своем выступлении ректор поблагодарила руководителя экспедиции и вручила им благодарность за вклад в продвижение изучения арктического региона. Не столько благодарность, сколько, собственно, оценка вот той работы, которая была проведена. Вот значение, наверное, экспедиционной, исследовательской деятельности в области фольклора. Вот это меня очень поддерживает. В рамках празднования Дня Арктики было запланировано выступление губернатора Архангельской области с публичной лекцией. Сегодня в России впервые отмечается День Арктики. Поэтому тема моей публичной лекции предсказуема. Арктика и политика и экономика Архангельской области. В завершении визита Игоря Орлова состоялось подписание соглашений между правительством Архангельской области и Северным Арктическим федеральным университетом, которое обозначило основные направления сотрудничества на 2012 год. Мы больше, чем мы сегодня дружим, дружить уже невозможно. Мы просто узаконили эти отношения этим соглашением. Архангельская область и САФУ – это нечто единое, целое в тех проектах, которые касаются Арктики, развития региона, развития здесь образования, исследований и так далее. Дружеским подарком от правительства Архангельской области всем студентам и сотрудникам Арктического университета к Дню Арктики стал огромный трехъярусный торт, который могли попробовать все желающие. Подводя итоги дня, губернатор Игорь Орлов отметил. Мы ощутили дыхание Арктики. Причем мы ощутили это дыхание не как холодный ветер, а как ветер хороших перемен. И я уверен, что тот посыл, который создается сегодня в рамках университета, он позволит приблизить Арктику с одной стороны, а с другой стороны нам ее увидеть в тех прекрасных начинаниях, просторах, задачах, которые нас там ждут. Дню Арктики – да! Дню Арктики – да! Вечером в центре Архангельска состоялся студенческий флешмоб, посвященный этому зарождающемуся празднику, которому впоследствии его инициаторы намерены придать международный статус. Елена Сергеенкова, Артем Юдин, Петр Менщиков, Медиа-центр «Сафу Арктический мост». Продолжение следует...